Сегодня днём полицейские задержали 41-летнего Сергея Ушкова. Мужчина был объявлен в федеральный розыск. Ему уже выдвинуто заочное обвинение. Остановить похитителя удалось только на четвёртый день. Он успел добраться до Челябинска. Там подозрительного мужчину с ребёнком заметили сотрудники автовокзала. Где-то в 9.30 обратился пассажир, чтобы я помогла ему ехать в Екатеринбург. Он предоставил документы, что он едет, по-моему, в Севастополе, у него там было написано, в Хабаровск. Денег у него нет. Едет с ребёнком. Помогите вы ехать. Я говорю, дайте мне документы на ребёнка. Он сейчас. Я начал их искать, очень долго искал. У меня не документы, у меня только справка. Я говорю, какая справка? Вы полстраны объехали, и у вас справка на ребёнка. Но справку мужчина так и не нашёл. В это время подоспели сотрудники полиции, которые узнали похитителя. В момент задержания мальчик называл мужчину папой. По словам сотрудников автовокзала, ребёнок боялся говорить с посторонними. Путь похитителя удалось установить благодаря показаниям свидетелей. Ориентировки были разосланы по всем соседним регионам. По версии следствия, мужчина планировал добраться до Хабаровска. Первая точка, где его заметили – Республика Татарстан, город Бавлы. Там подозреваемый вместе с мальчиком сел в грузовую газель. На ней они добрались до города Октябрьской республики Башкортостан. Водитель, который подвозил похитителя, уже позже узнал мужчину и обратился в полицию. Сергей Ушков был ранее судим дважды. По первоначальной судимости за аналогичные преступления. Сведения об этом поступили в органы предварительного следствия. Мы можем достоверно сказать о том, что он был по приговору суда признан виновным в похищении ребенка и совершении насилия в отношении похищенного. Как сообщили нам в следственном комитете, сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. По словам очевидцев задержания, мальчик очень напуган и находится в подавленном состоянии. Сейчас оренбургские следователи выехали в Челябинск для оформления процедуры задержания. Позже мужчину доставят в Оренбург. До сих пор непонятно, как мужчина смог увезти ребенка из детского дома. В выходной день в здании находились воспитатели. И как сообщили нам в Министерстве образования области, на входе сидели дежурные. Напомним, что накануне преступления похититель был в детском доме. Он якобы хотел усыновить ребенка. Воспитатель попросил его освободить помещение. И вроде бы проводил незваного гостя до дверей. А мальчика отправили в группу. Спустя несколько дней ребенок пропал. В последнее время в детском доме велось активное устройство детей в семью. Вы знаете, наверное, о том, что эта задача поставлена правительством. И 16 человек переданы в семьи за полгода. Поэтому таких посетителей встречают. Поэтому, наверное, вот это и произошло. По информации, которую мы получили в Следственном комитете, сейчас проводится допрос сотрудников детского дома и его воспитанников. И уже в ближайшее время будет предъявлено обвинение конкретному лицу по факту халатности. Похитителю ребенка грозит наказание, предусмотренное 123-й статьей УК РФ. Похищение человека. Максимальный срок лишения свободы – 12 лет. Алина Льбукаева, Виктор Яковлев. Новости дня.